Доброе утро! 9 часов в Украине. Понедельник, 7 октября. Мы начинаем информационный день выпуском новостей. На UATV в студии работает Артём Бибик. Один украинский защитник погиб, еще один получил ранение в результате обстрелов на Донбассе. За минувшие сутки боевики 25 раз нарушали режим тишины, сообщает пресс-центр объединенных сил. Стреляли из гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, боевых машин пехоты, а также из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В частности, из минометов ввели огонь по Новолуганскому, Зайцево, Травневому. Под гранатометный огонь попали защитники вблизи Красногоровки, Новотроицкого, Богдановки, Новогнатовки, Водяного, а также Золотого. Это район участка разведения сил. С полуночи российские оккупационные войска один раз открывали огонь тяжелым калибром в направлении Травневого. Часть реабилитации и способ самореализации. Тысячи книг военных увидели мир за пять лет российско-украинской войны. Всех их собрали в уникальном пространстве ветеранская палатка в Киеве. На открытии побывали корреспонденты ЮАИ-ТВ. Андрей Кириченко на войне был три года. Стихи начал писать еще во время учебы в институте. Но только с началом российской агрессии пришло сознание, их нужно показать миру. Каждая из представленных тут книг – это некий документ. Эпохи, новейшие истории, борьбы за Украину. За четыре дня книжного арсенала в мае этого года авторы-ветераны продали больше четырех тысяч книг. На Львовском форуме – почти две тысячи. После такого успеха ветераны решили создать уникальное пространство. Эта инициатива имеет воспитательное значение. Мы с первоисточника узнаем и понимаем историю, которая пишется сейчас. Это очень важно. А еще, по себе знаю, это некий способ реабилитации. Когда эмоции и переживания переносишь на бумагу, становишься другим. В современную военную литературу в одном месте собрали участники боевых действий на Донбассе. Книжный хаб назвали «Ветеранская палатка». Это не магазин, а фактически библиотека. Любой гражданин может зайти, ознакомиться с книгами и уже потом купить. По состоянию на сейчас здесь представлено около ста наименований, 70 авторов. Мы надеемся, что ассортимент будет увеличиваться. Василий Педубный писательский талант открыл на фронте. Теперь он не просто пишет, а и собрал сборник рассказов о войне. Эти рассказы объединяют то, что они о реальной жизни. Здесь нет никаких выдумок, только то, что пережили сами военные. Это способ записать для потомков нашу историю. Среди представленных книг и волонтерские истории Людмилы Охрименко. Это некий дневник. Людмила говорит, после многих лет на передовой поменяла мнение о нашей стране и украинских мужчинах. Они мужественные, они отважные, настоящие мужчины. Вместе с войной поменялся и мой мир. Считаю, что волонтерское движение – это самое прекрасное, что случилось в нашей стране за последние годы. Ветеранская палатка будет работать на постоянной основе. Все желающие смогут ознакомиться с современной военной литературой и найти, что почитать для души. Ольга Волынец, Вячеслав Смирнов, ЮЭТВ. Резолюция участников протеста «Всеукраинская Вечья. Нет капитуляции» состоялась накануне в Киеве. На Майдане на залежности по оценкам правоохранителей собралось около 10 тысяч человек. Вышли против формулы Штайнмайера и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе. По окончанию акции участники огласили резолюцию и объявили о создании движения сопротивления капитуляции. Организаторы анонсировали новые акции протеста на 14 октября. Отведение войск на неподготовленные позиции значит, что наши военные окажутся среди поля зимы. Второе. На территориях, где проживают люди, не может быть кого-то с оружием. Даже полицейские пистолет Макарова с собой носить не могут. Фактически остаются только участковые и спасатели. Войну невозможно прекратить. Ее можно проиграть или выиграть. Поэтому я очень хочу, чтобы наша страна выиграла. Десятки тысяч людей, слезоточивый газ и столкновения с правоохранителями. На улицах Гонконга снова протесты. Участники строили баррикады, блокировали движения, а также пытались громить здания компаний, связанных с материковым Китаем. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Слит задержанных срывали маски. Протестующие возмущены решением администрации Гонконга запретить носить маски во время протестов. Массовые акции в Гонконге не утихают. Пятый месяц. Изначально люди вышли на улицы из-за законопроекта о выдаче правонарушителей материковому Китаю. Теперь выступают за демократические реформы и отставку правительства. Демонстранты считают, в Гонконге и автономном районе под управлением Китая постепенно подрываются демократические права. Провал переговоров по ядерной программе между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Представители двух стран встретились в Стокгольме, чтобы обсудить конкретные шаги по разоружению корейского полуострова на фоне возобновившихся испытаний ракет в Северной Корее. Пхеньян обвинил Вашингтон во враждебной риторике. Спецпредставитель Северной Кореи заявил, что переговоры провалились из-за того, что США не хотят отказаться от старого подхода. О чем именно идет речь, не уточняли. В свою очередь, представители Вашингтона сообщили, что переговоры прошли хорошо и США предложили новаторские идеи. США повысили свои ожидания, предложили новые подходы, но они нас разочаровали и ослабили наш энтузиазм, так как, по сути, ничего не принесли за стол переговоров. Играли в бадминтон, в шахматы, стреляли из лука и соревновались на беговых дорожках. Осеннюю спартакиаду для участников боевых действий на Донбассе провели в Днепре. Цель – помочь военным быстрее восстановиться и просто отдохнуть. Корреспонденты ЮЭТИВИ и побывали на соревнованиях. На спартакиаду для участников боевых действий на Донбассе и их семей приехали полторы сотни спортсменов-любителей. После открытия соревнований и традиционного исполнения гимна, все расходятся по своим площадкам. Валерий Животов выбрал бадминтон, говорит, этим спортом увлекся после первой спартакиады. Теперь с группой единомышленников раз в неделю собираются на стадионе. Залечь можно так, что потом будет тяжело вставать. А когда себя немного переборешь, мне 55 лет, я встаю, иду играть в бадминтон, наоборот, себе продлеваю жизнь каким-то образом. Это бодрость, молодость. В соседней комнате – шашечные бои. Волонтер Наталья Дрыль своего соперника уверенно побеждает. Корреспондентам ЮЭТИВИ раскрывает секрет – дома много тренировалось. Каждый выходной по воскресеньям приходят знакомые, дети, ученики. Соревнуются и на улице женщины и дети легкоатлеты бегут дистанцию 300 метров, мужчины вдвое больше. Больше всего желающих испытать себя в стрельбе из лука. Сначала им проводят инструктаж. Лук работает не так. Он работает в обе стороны одинаково. Елена Карлина лук в руки берет впервые. Говорит, на соревнованиях хотела просто поддержать мужа, но потом и сама решила стать участницей. Первая стрела попадает в белое поле мишени, но уже вторым выстрелом зарабатывает несколько очков. Хочется испытать эмоции, как побывать в детстве. Вот такой вот дух соревнования тоже. На спартакиаде участники соревнуются в шести видах спорта. Оценивают их профессиональные спортсмены, но учитывают, что это всего лишь любители. Спорт – это хорошая реабилитация. И бойцы здесь могут пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом и вообще провести хорошо время. Такие спартакиады для участников АТО в Днепре проводят четвертый год. И с каждым разом спортсменов на них становится все больше. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро, UATV. Вторая медаль в Катаре. Украинская прыгунья в длину Марина Бехроманчук в последний день чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре получила серебряную награду с результатом 6 метров 92 сантиметра, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины. Этот результат стал для Бехроманчук лучшим в сезоне. Чемпионкой мира стала немка Малайка Михамба, которая прыгнула на 7 метров 30 сантиметров. Воздушные шары удивительных форм взлетели на Дню Мексико. На фестиваль воздухоплавателей приехали сотни участников со всего мира. Собрались около миллиона зрителей. Им тоже предлагали подняться в небо на одном из шаров. Ежедневно вечером для гостей будут запускать фейерверки. Продлится фестиваль до 13 октября. Это все, что успеваем рассказать на эту минуту. Еще больше новостей ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uaitv.ua. Новости на русском каждые 2 часа. Мы уже готовимся к следующему выпуску. Все самое важное на UATV не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова